От количества игрушек глаза разбегаются. Егор Николаев поиграл в машинки, теперь принялся за конструктор. В полисадике он не впервые. Ходил раньше в такое же дошкольное учреждение, но на Союзной улице. А теперь рядом с домом, это вообще, это просто моя мечта была, получить садик рядом с домом. Поэтому, когда мы узнали в управлении образования, что открывается такой садик, мы сразу же документы подали на перевод. Путевка в полисадик рядом с домом как подарок на день рождения. 5 января Егору исполнилось 3 года. Он уже садовский ребенок, адаптация прошла легко, к режиму привык. Это такой же садик, как и обычный садик, я считаю. То есть с детьми, вот у нас, например, на Союзной как было, с детьми там и занимаются, так же и гуляют. У них и рисунки, и лепки, и праздник осени был, и Новый год был. То есть нам очень нравится. Питание такое же пятиразовое. То есть в принципе особо, ну для меня ничем не отличается. Полисадик, как правило, от обычного детского сада отличается тем, что в нем нет пищеблока и участка для прогулок. Но к дошкольному учреждению в мини-формате в трехгорке это относится лишь частично. Прогулки у нас будут все в соответствии с режимом. Здесь замечательная прогулочная площадка с двумя верандами. Все у нас там оборудовано, все игровые формы есть. То есть это здорово и замечательно, что у нас есть своя зона для прогулки. Здесь двухгрупповой полисадик. 50 детишек из Новой трехгорки смогут здесь проводить свое время. И не только проводить, но и обучаться. По большому счету это точно такой же садик, только с небольшими ограничениями. Нет пищеблока, но есть помещения, где мы будем разогревать пищу, которую получим со школы, которая находится рядом. И также будем кормить наших детишек. Реализация губернаторской программы на этом не завершится. В течение месяца в Одинцовском округе откроются еще два полисадика. Один из них также будет расположен в густонаселенной Новой трехгорке. Кроме того, скоро здесь начнется строительство большого детского сада на 400 детей. Мы закончили уже проектирование. Сейчас идет экспертиза проекта. Как только она закончится, мы приступим непосредственно к строительству. И вот на закладку первого камня, как обычно, соберем жителей. И такое знаковое событие здесь торжественно проведем. По плану строительство детского сада должно завершиться в 2023 году. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.